Микс Ньюз Утро на Болткоме Всем еще раз доброе утро, здравствуйте, это радио Болтком и Утро на Болткоме Мы продолжаем музыкальную, да, музыкальную тему, одно из таких событий каждого лета Это, конечно, встреча с прекрасным, это фестиваль Summer Time приглашает Энесса Галланты И большое количество звезд музыки, интереснейших вообще артистов приезжает в Латвию Многие из них впервые оказываются в Латвии, это первое знакомство латвийской аудитории с этими удивительными исполнителями И вот сегодня мы поговорим о гостях, что же, какими сюрпризами нас порадуют И также встречами с уже полюбившимися артистами Директор фестиваля, организатор, руководитель, скажем так, этого фестиваля Диана Галланты у нас сегодня в студии, здравствуйте Доброе утро Ну вот, 15-летний юбилей, да, уже? Не верится, абсолютно Это невероятно, 15 лет я вместе с фестивалем выросла на самом деле Так что в этом году, да, серьезное событие А как он поменялся? Вот фестиваль меняется, и меняется структура, меняются артисты, которые выступают Но есть, видимо, все-таки костяк, да, который остался Есть то, что неизменно остается Вот на ваш взгляд, за эти 15 лет, что радикально поменялось, чего нет, а чего отказались Может быть, потому что, не знаю, не понравилось, не продуктивно, не пошло, скажем так, да И наоборот, что действительно вот сразу вот сработало вот в десяточку Вот как бы один раз сделали, и так 15 лет и осталось Вы знаете, мы очень помолодели Да, то есть это действительно так Потому что когда фестиваль зарождался, то действительно это было такое солидное Такое вот серьезное, академическое вот совсем мероприятие Но знаете, это лето И с тех пор, как мамочка попросила меня, ну вот, чтобы мы это делали вместе Там мои ровесники, там семьи, там молодые пары Приходят компании, тусовки Приходят люди просто здорово провести летний вечер И уйти из концертного зала с положительными эмоциями С ощущением легкости и какой-то эйфории И когда вот я тоже рассказывала, что когда говорят Да, Диана, там ценовая политика ваших билетов и так далее Говорю, ребят, мы не продаем билеты И у нас очень доступные цены абсолютно Но речь не идет об этом Мы дарим эмоции И это действительно то, что является абсолютно Вот как мама, когда она выходит на сцену Она с каждым человеком, вот когда она разговаривает У каждого зрителя в зале Или в телевидении, создается впечатление, что она именно с ним разговаривает Потому что она человек дающий То есть она абсолютно Она говорит с тобой Да, у меня даже такое ощущение, когда я сижу около пульта Со светителем, что она со мной разговаривает На самом деле, она вообще на этот момент Во мне забыла И все музыканты, которых мы приглашаем Это что-то новое, это люди, которых бы мы сами слушали Это люди, которых вот Ты заряжаешься от них энергией Которые дают и которые действительно заполняют собой зал За 15 лет были ли исполнители, которые, может быть, отказались участвовать в конкурсе? Это могут быть разные причины Но, может быть, да, отказались И так бы их и не успели Не затащили еще к нам И насколько вообще легко или тяжело с ними договариваться? Ну, все со своими дараканами, все немножко звездные Не то слово Да, да, то есть у всех свои требования Как вообще происходит этот процесс? Насколько он нервный? Я понимаю, что несколько лет приходится иногда Да, да, вот за сколько лет Вот кустурицку, не знаю, пригласить? Попробуй, пригласи Он расписан каждую минуту Да, это совершенно верно Это, конечно, зависит от отношений И очень многие, например, люди, с которыми у нас отношения личные У мамочки сценические ее друзья и партнеры Или, например, агенты, с которыми уже сдруживаешься в течение какого-то времени Вчера меня пригласили в Игмархолл в Лондоне На такой узким кругом, на концерт очень известной тоже певицы И мне пришлось отказаться, потому что у нас вчера был финал конкурса молодых талантов И поэтому как бы приоритеты взвешиваешь Но это действительно личные отношения И это действительно очень длительный список И вот кустурица, это за годы происходит Так же, как Брегович, которого мы несколько раз приглашали Брегович, за сколько лет? Вот прежде, чем он первый раз к нам приехал Сколько лет вы с ним договаривались? Я около трех лет, наверное, да Это сколько терпения должно быть? А как это происходит? Раз в неделю? Здравствуйте, уважаемый! Помните ли у нас? Ну, знаете, на самом деле, оно, когда происходит первый раз Он всегда, наверное, сложный Потому что ты притираешься, ты понимаешь, как это функционирует Люди же, на самом деле, музыканты намного расслабленнее, чем менеджмент Конечно, самое важное всегда директоры гардеробщика Да, 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 это абсолютно И когда люди уже приезжают, они говорят Ребят, у вас невероятно, я хочу в следующем году приехать И там мне уже приходится говорить Ну, каждый год подряд, ну, это сложно То есть, вот, давайте там через год, может быть Да, это всегда происходит так И так же, как, например, какие-то звездные дирижеры, которые у нас были Это была борьба титанов, честно, да То есть, вплоть до, вот, как у Дженнифер Лопет, что в гардеробной должна стоять там белая лилия Да, то есть, у нас тоже были вот райдеры, когда ты думаешь Ну, уже, ну, все, уже, ну, вот, честно Ну, на этом пункте уже, ну, хватит А потом, когда приезжает А потом следующий год, да? Да, да, а потом приезжает совершенно очаровательный человек Эмоциональный, человечный Приятный в общении И все совершенно разруливается, само собой Это и даже идеи не возникает Ему нужна вот эта вот галочка там в каком-то списке А кто же тогда составляет эти списки? В плохом настроении пишутся Он музыкант просыпается О, вот сегодня я вредный Давай райдер составляйте Ну, это, на самом деле, такой симбиоз Это менеджмент Потому что всегда хочется раздуть щеки Больше, чем они, может быть, есть И оно так и работает, да Поскольку вот, ну, Лилия же ставит Дженнифер Лопес в гардеробной Да, вот, значит, это кому-то нужно, да Вот, поэтому это можно всегда, конечно, договориться И у нас были такие ситуации, когда я отказалась от музыкантов Которых я, на самом деле, очень хотела И очень были заводная классная музыка Но мне не понравилось в райдере, что стоял алкоголь Всего вообще, все наименования, которые есть в списке Для меня это тикающая бомба Да, то есть, когда мы начали То есть, у нас большой список алкоголиков Да, да, то есть, это причем разнообразно Вот там, я понимаю, 4 бутылки красного вина Да, но я все с респектом, да То есть, это и красиво, и достойно И эстетично, да Да, и все понятно А потом, ну, не пьяных музыкантов по пляжу, да А у нас так, тем более, улица-то параллельная, да, вот Поэтому, и мы действительно, на этом у нас была точка преткновения И для меня это была тикающая бомба Я сказала, что, ну, значит, у нас не сложится Это действительно было так А потом, например, там до вас доходили слуги, что-то Они к вам не поехали, а вот к конкурентам поехали Ну, конечно, они И там убежали гулять пьяными на море И вы такие, ну, ну, вот он, профессиональная чуйка Ну, знаете, нет, так я не отслеживала Но я думаю, что я из тех людей, которые, ну, все не сложилось, все идем дальше Да, то есть я уж потом не буравлю, и мне как бы и времени на это нет Вот, но я думаю, что вот те решения, которые принимаешь по наитию Они на самом деле верны Это то же самое, как встречаешься или переписываешься с кем-то И ты уже с первого предложения абсолютно чувствуешь, как оно пойдет Ну, вообще, когда договариваешься с людьми, а уж тем более со звездами Есть всегда момент такой, ну, неприятный, да Потому что они могут как-то на место поставить Разговор может пойти не так, как хотелось бы, да Осадочек может какой-то остаться И гость может вообще потом не приехать, да Или приехать вот с гонором каким-то Насколько вообще такое, ну, практикуется Насколько часто, как часто вам приходится проходить через вот такие, скажем, неприятные моменты Для того, чтобы потом зритель увидел на сцене совершенно другого артиста Со своим амплуа, со своим репертуаром Получил те самые эмоции, которые вы привозите А за кадром осталось вот все вот это вот безобразие Ну, все, что за кадром, все за кадром остается, конечно На этом оно все и построено И, конечно, это всегда вопрос определенного стейтмента Каждый, как бы, это мое место, а это мое-твое место Это, ну, к сожалению, вот оно так функционирует Но я думаю, что я человек диалога И что если оно, как только оно начинает заходить в какой-то тупик То берется уже не имейл, потому что у письма есть тоже определенная, как бы Нет интонации Да, или она неверная, да, очень часто И поэтому тогда есть телефон, и тогда есть улыбка И я думаю, что разрулить можно абсолютно все И нет никаких вопросов, которые, ну, невозможно решить Ну что, наверное, все-таки надо было бы уже перейти к тем, кого мы увидим К самой программе фестиваля Я понимаю, что открытие пятнадцатилетия должно быть тоже ударным Ой, да, оно будет в прямом смысле ударным Потому что у нас будет открытие с восьмью сыновьями Фила Голлинза Это трубач из Чикаго, который постарался, да, восемь детей Это, в принципе, у меня серьезный респект перед этим человеком и его супругой От одной супруги? Ну, я уже там не могу, да, да, да Это нужно проверить Только он молодец Да, да, да Вот Ребята сумели, на самом деле, создать абсолютно симбиоз Вот как они говорят, это music now, да, music of now Симбиоз на духовых инструментах Каждый из них солист Они невероятно харизматичны Это афроамериканская команда из десяти человек на сцене Они стильные, музыкальные Это примесь хип-хопа, джаза, джипси, фанка Их сотрудничество с принцем, с гадилла, с джипси кинг, с фифти сент, с кем хочешь, на самом деле То есть они на самом деле сопровождают, их музыка берется как подзвучка для очень известных фильмов Вот, поэтому я думаю, что они зарядят открытие на достойном уровне И вот именно этим симбиозом и за счет того, что каждый невероятно артистичен И как вы заметили, что каждый из наших музыкантов все эти годы – это артисты Потому что академически просто исполнить что-то со сцены – это, ну, может, наверное, каждый десятый А оставить какой-то эмоциональный след или как-то поделиться и сказать «Боже мой, ты видел, что он вытворяет на сцене? Или ты видел, какая отдача? Или что человек вообще? Как это возможно?» Вот, я думаю, что это как раз не каждому дано И именно за такими музыкантами мы охотимся У Филл Кольнса было трое жены Нет, подожди, это не Филл Кольнс Это не тот Филл Кольнс Это Филл Кольнс Это Филл Кольнс Кольн был, да? Да Сори Сейчас проверю Да, 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 Филл Кольнс, все верно, все верно В следующий день это будет, я понимаю, такой итальянский джаз Нет, джаз латино 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 джаз Да, это колумбийская команда, которая приезжает с премьерой программы летней Я думаю, что будет трудно усидеть на местах И это ребята, которые создают вот такое в стиле латино шоу музыкальное Где каждый просто артист, о чем я уже говорила Где публика будет инвальвирована совершенно точно в действия И где будет очень сложно усидеть на месте И латино это всегда, это лето, это пляж на параллельной улице И после этого можно будет побежать и просто сказать, что ну все, латино теперь у нас в Латвии И это будет совершенно неважно, какая погода у нас будет Вот, поэтому это будет наше шестое число Я предвижу, что там за забором будут стоять еще люди и устроят дискотеку наверняка Уверена Не первый раз, кстати, мы там регулярно отплясываем каждый год В прошлый раз нам даже перестали снимать сцену, стали снимать нашу пальцы Ваш, только ваш, да? Уголок Ну мы очень рады, потому что на самом деле за пятое и шестое число нам пришлось побороться Потому что это европейское, это в рамках европейского турне обеих команд И это или первый, или последний день, и мы уже там колдуем насчет билетных каких-то комбинаций Потому что билеты уже взяты, и потом мы сказали, нет, ребята, вы задержитесь абсолютно точно еще у нас Вот, и для них это тоже большая честь Если, например, много лет назад мне пришлось объяснять, где Латвия географически находится То теперь мы являемся, ну, как бы, серьезной столицей и для музыкантов И для них это, ну, как бы, серьезный приезд Они к этому действительно очень серьезно относятся, да? То есть это не так, что они захватили нас в рамках, да? Какого-то чёса, они целенаправленные А это абсолютно, да, да, и это очень приятно А как вот, например, программа вообще, вот, насколько заранее вы знаете, что будет исполняться? Как видите это? Или для вас это тоже каждый раз сюрприз? Вот Олег сейчас откроет афишу, то есть кого он там, кустурица Вообще непредсказуемый персонаж Как он там сыграет на сцене? Всегда загадка Это абсолютно верно, и мы тоже рады очень, что с ним, в принципе, случилось это сотрудничество Да, если, например, другие какие-то музыканты говорят О, да, там пиар, компания, звоните, интервью, да? То есть понятно, что за каждым нужно все равно гоняться Вот, то этому человеку он абсолютно в миру с собой Он абсолютно эпатажная личность И Snow Smoking Orchestra, они по всему миру То есть то, что мы имели возможность вот вклиниться Весь этот послужной список и весь график Это, ну, я очень рада И это действительно каждый раз сюрприз Потому что они смотрят все на реакцию публики Потому что латвийская публика на самом деле очень избалована Да, и я это вижу из года в год И мы, конечно, очень сильно проговариваем все наши концерты Мы смотрим с музыкантами Мы предупреждаем, например, о том, что латвийская публика очень избирательна Вот, и говорим, например, разница существенная в том, как строится концерт Например, в той же Германии и Швейцарии, в немецкоязычных странах И в Латвии И я вот за эти 7 лет, которые я с мамой это делаю То есть каждый раз я понимаю, что это другой мир Да, что латвийская публика совершенно по-другому Более сдержанная Да, чтобы растопить латвийскую публику Раскачать ее Это ты должен в Германии Это совершенно другая То есть люди дают Они более снисходительно Они вот пришли на концерт И они Все, они ему отдались Да, то есть вот как будет Так будет А у нас, можно угадать У нас публика садится Ну, она говорит Ну, давай, удиви меня И ждет Честно, это так Это так и есть Она ждет Мы это, кстати, видели на концертах На Summer Time Сколько раз я была Даже самый зажигательный концерт Я думаю, господи, вы сидите в первом ряду Вы заплатили такие деньги Встаньте Получите кайф от этого От того, что вы Вот за каждый этот цен Просто отпрешите его Это же фантастик Когда где-то две трети концерта прошло Вот тогда зал уже прям кипит Я вот просто представляю С точки зрения артиста Столько сил Вот это вложить Чтобы этот зал Но у нас инертные Потом их уже не разогнать А то публика нам будет Да, да, да Так и есть У нас потом 15 минут Standing Avation Вот те бенды, которые Например, все говорили Что мы когда привозили Совершенно невероятную команду Клуб Дес Белугас И это музыка, которую я Вот честно Я прихожу домой И я ставлю вот это вот на фоне Чтобы у меня было все время Просто на позитиве Это бокал вина вечером Это вот в кафе В ресторанах Вот в самых классных отелях Это вот Или концерты Это самая вот невероятная музыка И когда певица или солистка Она стояла спиной К залу как бы Вот И она все время общалась Со своим бендом И мы снимали ее В принципе из офф Да, то есть мы снимали Из-за кулиси Ее лицо на экран И показывали людям Как она живет Как она функционирует На сцене в данный момент То было так, что как Она стоит к нам спиной Как это? Да, хотя на мониторах Было действительно Только ее лицо показано Но мы людей потом То есть 15 минут Это был Standing Avation Люди просто не отпускали ее Потому что когда Они поняли, что это вот Невероятный шарм, харизма И она бенд таким образом Просто подогревает И общается И видит задним глазом Публику И она конструирует На самом деле Весь ход концерта Что она босс Только когда вот Латвийская публика Это поняла Все, народ расставил И это было просто симбиоз Но понадобилось То есть это каждый раз Действительно, да Что такое работать с мамой 7 лет Над одним проектом Проходить форс-мажоры Проходить трудности Каково это? Я маме даже не рассказываю Про форс-мажоры Мама Мудро, да? Мама должна петь Дарить И это моя ласточка Девочка Это человек Которого просто Которого поцеловали сверху Который абсолютно Такой, какой он есть на сцене Она такая же и в жизни И вот есть какие-то люди Вот есть люди Которых нужно просто Защищать от каких-то вот Таких вот Будничных Стрессов Я человек Кризис-менеджмента Поэтому Я думаю, что Меня это даже как-то стимулирует То есть У меня команда просто Очень достойная И все ребята То есть Настолько все подключаются И это люди С которыми я работаю В принципе с самого начала То есть Когда бы она не позвонила Все в порядке, да? Да Потом вдруг и кладется А-а-а Кикит горит Все, да? Зарывается В принципе, да И потом уже задним числом Когда вам все разрулили То Как бы я рассказываю Потому что Это действительно Ну вот вещи, которые Что сейчас изменится? Да То есть Она же не пойдет На броневичок Правильно? То есть Это все мы решим И таких людей Должен быть человек Который прикрывает Как бы тыл Кто у нас еще? Кого мы еще забыли? Знаете Мы забыли на самом деле Двух совершенно невероятных Две невероятные команды Значит После Кустурицы Который будет Седьмого числа У нас будет четверг Стивен Ридли Стивен Ридли Это Шоу одного человека На сцене Это Его нужно увидеть То есть Я уверена Что когда он выйдет Босиком на сцену И начнет Да Это прям все время так Это принципиальная позиция В принципе, да Это вот вам надо представить Что это был банковский Успешный молодой человек Из Великобритании Уолл-стрит Ну, как бы английский Да И биржевая Как бы сфера И человек понял Что его это не наполняет Что для него Это пусто, сухо И что это не его жизнь Так он не хочет прожить Он выкатил рояль на улицу И сказал, что все Вот так же, как ЗАЗ Когда-то, да И сказал, все Отдаюсь музыке Новый этап в моей жизни Просто коучу И коуч ему сказал Выйди из зоны комфорта Вот я уверена И не проигрался Или кому-то проиграл Да Он просто сказал Что, ну да Обувь сейчас не одеваю Вот Ну, на улице, наверное, он был Как бы не босиком Вот Но это человек Который действительно У него особо То есть Так как он поет Те струны души Которые он затрагивает То, что он может проделать голосом Он это Я думаю, что вот ты сидишь И у тебя просто вот что-то происходит С тобой на органическом уровне Что ты не можешь объяснить себе Мурашки вдох слоя Да И он артистичен настолько Он танцует в это время Он артист То есть такое ощущение Что его руки не отрываются Как бы от рояля Его голос от микрофона Но при этом всем Он тебе руками, ногами И своим телом Рассказал просто историю о Да То есть То, что будет происходить На уровне Атлетического Театрального Как бы человеческого Такого шоу и диалога Да И это для меня Я думаю, что это вот Тот вечер, который Лично я на эмоциональном уровне И знакомство с ним Вот Как бы его творчеством Вот Лайф Я думаю, что это будет просто Ну бомбически Очень-очень рекомендую Огонь Огонь Да Кого еще забыли Из постоянных Можно сказать Ну вот душа фестиваля Данил Крамер Да Данил Крамер Да Я всегда говорю, что Положив трубку после разговора с ним Я просто вот на уровне Как бы Я лыблюсь Да Это просто Ой, это я вот с вами С вами Я сделала с ним интервью Да Кстати, вот интервью было На Умникс Микс Ньюслове И это так и есть Правда Мы проговорили 40 минут Я положила трубку и сижу Да Еду и улыбаюсь Да Что-то делаю и улыбаюсь Да Через, наверное, минут 10 Да Я поняла, что я в каком-то таком Да Приподнятом настроении Наисветлейший Наумнейший На интеллиген Ну то есть это интеллигент Интеллектуал И он дарится Он дарится Он дарит абсолютно Какую-то невероятную энергию Потому что он Он очень светлый человек И публика это видит То есть он на самом деле Как Луида Финесс из музыки Потому что он Когда за роялем Он причмокивает Он разговаривает И когда мы Хулиганит Хулиганит, да Абсолютно То есть когда мы показываем Я считаю, что Его руки Он из книги рекордов Гиннес На самом деле По скорости игры Это не просто виртуоз У него классическая база Это человек, который тебе На ходу расскажет историю Это человек, который знает От политики До истории То есть это абсолютно Невероятного знания И невероятно Невероятно эрудированный человек Вот И Поэтому каждый раз Когда он Он наша константа И каждый раз Когда он приезжает Или мы готовим с ним Очередной фестиваль Он говорит Дианочка У меня для вас есть Вы не пожалеете Положитесь на меня И я действительно Первые годы я еще Ну Данил, давайте посмотрим Посмотрим То есть я послушаю Я углублюсь Я сейчас послежу Там и так далее Вот И он говорит Я вас разочаровал И это каждый раз Было действительно Абсолютно истерическое Состояние в зале Потому что люди Не отпускали Вот тех людей Которых он привез И это действительно Каждый раз попадание Потому что у него Просто вкус невероятный И у него тандем С теми людьми С которыми он работает Они просто сливаются На сцене И в этот раз Он привозит нам Дениса Мужукова Который единственный Из российских исполнителей Был достоин Чести записываться В Техасе В месте Рождения Рок-н-ролла Значит В самой известной Звукозаписывающей студии Это человек Который график Также расписан Просто на годы вперед Это Кинг оф рок-н-ролл Вот В прямом смысле Этого слова Невероятно шармантный Харизматичный человек И у них будет Рок-н-ролльная Программа С двумя роялями И я тоже думаю Что сидеть на месте Будет очень-очень сложно У нас заканчивается Эфирное время Нужно только сказать Что фестиваль Закончится Большим концертом Гала Галланд И традиционно И будем танцевать Да Обращаемся к публике Ребята Вы купили билеты Приходите Так вы уже Отдобные обуви Отдобные обуви Уже Оттанцуйте Все Получите удовольствие А мы с вами Прощаемся Прощаемся Всего доброго До свидания Спасибо большое Спасибо Утро на Болткоме